Доброе время сутка, наизамесен канал, с вами Ниньком, заявляю об окончательном решении уйти от Apple в теме ее кабелей, всех ее зарядок и всего прочего, потому что товарищи меня достало. Вот это у меня зарядка для айпада, айфона, где-то она здесь была, вот. Вот это я уже показывал, у нас зарядка для айфона с лайкнингом, во что она у нас превратилась. Я ее специально буду хранить, чтобы тыкать и всем показывать, если вы захотите купить себе айфон. Вот это вот Г. Недавно сломалась у меня для третьего айпада очередная зарядка, а учитывая, что у меня в семье еще с 30-ти пиновым коннектором еще два устройства, как-то покупать каждые полторы тысячи идите вы нафиг. В общем, началось все, как вы помните, я там себе выкладывал с лайтнинг зарядки. Вот этот кабель стоит 350 рублей, выглядит он в полном составе как-то вот так вот, то есть это укороченная зарядка с лайтнингом, которая вешается на пояс, и вот здесь еще есть такой фиксатор какой-то в виде кольца, можно вешать на рюкзак. И вот я его так разобрал, и мне вот осталась только вот эта штука, потому что вот это у меня ушло на ремень, вот это кольцо куда-то в рюкзак, она у меня какие-то еще ключи держит внутри, а лайтнинг кабель таскаю с собой. И вот он до сих пор нормально полностью заряжает айфон, через него я пишу видео захвата экрана, и нормально эта штука функционирует. А стоит она, извините меня, в четыре раза дешевле, чем оригинальный кабель. С тридцатипиновым, вот видите, работает. Работает он уже месяц, поэтому я не думаю, что с ним что-нибудь будет. То же самое насчет кабелей вот этих вот тридцатипиновых. У меня вот есть где-то там, валяется даже коробочка. Я покупал четвертый айфон, он где-то валяется и используется родственник. Вот у меня здесь стоит, где-то у нас стоит айпад, здесь тоже у нас тридцатипиновый коннектор. И покупать для устройства, например, четвертый айфон сейчас можно купить, не знаю, тысячи за четыре, потому что ему уже шесть лет. И покупать каждый раз, каждый год, раз в год кабель за полторы тысячи рублей, извините, Apple не работает. Поэтому я откупил пять штук, одну я уже подарил, ее уже унесли. И вот такой вот кабель, он у нас плетеный. Видите, он с оплеткой. Он какой-то из нейлона, достаточно длинный. Прочный, я думаю, по крайней мере за свою стоимость в размере 100 рублей, там где-то 90 или 87, ничего с ним не будет. Видно, что он немного... Давай, наводись. Скиньтесь мне денежку на камеру, а? Нет, я все-таки тебя наведу. Давай вот так. Оп. Вот. Здесь видно, что какие-то там трещины есть, какие-то следы плохой обработкой, но это товарищи все пофиг. На это все глубоко пофиг, потому что по цене по цене в 3 тысячи. В 3 тысячи. В 300 рублей за 3 штуки или там за 500 рублей за 5 штук. Кабель, который будет заряжать и опознаваться iTunes. Давай. Оп. Вот, он заряжает. Сейчас специально переключим пароль запомните. Вот. И распознается той же самым программой iTunes. Это стоит того, чтобы подождать месяц, пока они до вас доедут. Вот сейчас мы запустим iTunes, вам покажем. Поэтому я купился таких вот 5 штук, по 90 рублей каждый, вместе с доставкой. И даже если один из них сдохнет, два из них сдохнет, это будет в 15 раз дешевле, чем покупать оригинальное от Apple. И вот он у нас сейчас. Мы к вам под видео. Все, он не пишет ничего. То, что у нас тут какие-то проблемы. Вот он наш iPad. Можно даже посмотреть, сколько здесь другого. Не знаю, наведется он вам или нет. Кстати, про другой надо будет отдельный ролик снять. Вот документы, программы и все прочее. Поэтому прощайте, товарищи Apple, со своими кабелями за 20 долларов, когда можно купить такой же за полтора. На этом, я думаю, все. Тему я с кабелями для себя закрыл. Все лучшего и до свидания.